свитерочек-то с рынка тебе сказала что в гуче сама на рынок тоже верно ну что ж дорогие зрители я посмотрела с утра на своего мужа поняла что в таком виде я как-то не очень рядом с ним и решила решила что называется одеться более элегантно и могу сказать что я делась снова так как я одеваюсь всегда мне приятно что вы спросите меня показать себя но я всегда вот так одеваюсь потому что это моя рабочая униформа мне бы хотелось допустим юбку мне бы хотелось каблук я раньше так одевалась мне бы хотелось другую верхнюю одежду еще в прошлом году меня часто можно было видеть в коротких дубленках но сейчас я снимаю стрит стайл соответственно определенные вещи на самом деле не могу себе позволить ну что ж мы в солнечной паду и хотя ветрено и это будет заметно и то что я сняла сегодня для меня получила рабочее название шарфы вы увидите что итальянки надели шарфы и также это рабочее название этого стрит стайла цвет потому что вы увидите много цвета этот цвет который проявляется прежде всего в пальто это цвет который проявляется в одежде в аксессуарах это заметно и шарфы да я много раз говорила что итальянцы умеют носить шарф итальянки также пожалуйста завязывайте ваши шарфы платки на бегу не делать это перед зеркалом потому что самый главный секрет в том что как бы вы не замотали шарф хорошо или плохо он ляжет идеально в моменте движения так называемые драпировки кстати здесь мы снова видим розовый цвет это уже весенняя коллекция так вот так называемые драпировки прекрасно ложатся именно в моменте движения завязали шарф отодвинули его от лица чтобы не было эффекта воротника здесь я конечно же хотела показать вам носочки с люрексом и блестящую обувь вот кстати таким образом отодвинув от лица нужно заматывать шарф потом прекрасно ляжет ну что ж это прекрасный образец красивой компоновки монохромных светлой если позволяет температура если позволяет чистота на улицах города конечно стоит воспользоваться и одеться во все белое либо во все светло-серое а здесь хотела обратить ваше внимание на отделку мехом мне всегда нравилась отделка мехом но в последнее время я заметила что сложно купить пальто либо тем более пиджак где был бы меховой воротник и меховые манжеты на мой взгляд это очень женственно очень красиво а сейчас вы увидите снова шляпы я на самом деле за то чтобы призывать всех носить шляпы мне часто спрашивает я на где ваши шляпы хочу сказать что да я действительно раньше чаще носила шляпы когда начинала записывать канал у меня даже были видео как выбирать шляпы как их носить и как их компоновать могу сказать что я изменила свое мнение в тех видео я говорила что чем короче наша верхняя одежда тем шире может быть поле шляпы но теперь я вижу на итальянка что даже широкополые шляпы с длинным пальто с длинным пуховиком смотрятся прекрасно здесь хотела показать вам снова закрытые щиколотки у обеих девушек были носки блестящие с люрексом к счастью их можно купить везде недорого их очень очень легко найти золотые носки и серебряные смотрится особенно красиво круто блин вот в пожалуйста обратите внимание на эти брюки они появятся чуть дальше я сниму того же самого молодого человека но в другом месте и хочу ответить на вопрос по поводу брюк которые узкие внизу и которые как будто бы спущены очень многие на мне эти брюки увидели и написали что мне совсем понятно что это почему они не подвернуты и я могу сказать что на мой взгляд это зарождающийся тренд в женской одежде совершенно точно в прошлом сезоне точнее два сезона назад max mara уже выпускала подобные брюки которые очень узкие внизу как правило они имеют молнию внизу но при этом они достаточно широкие то есть это не скинни и я думаю что эти брюки будут очень популярны ближайшие полтора года потому что это будет такой интересный микс между скинни которые очень популярны но не очень удобны и между опять же скинни и вот такими широкими брюками которые мы видели очень и очень часто на средстайле кстати вот такие джинсы может сделать себе что мужчина что женщина обрезав просто-напросто свои старые широкие брюки потому что это абсолютно прямой крой который использовался когда-то а теперь обладателями таких брюк можно стать просто укоротив то что мы найдем в мужском гардеробе либо то что мы найдем своем гардеробе если имеем абсолютно прямые брюки ну и также для мужского гардероба такой лайфхак такая Да, хитрость совершенно применима. Берем просто прямые джинсы, либо даже брюки, либо даже брюки со стрелкой и просто их укорачиваем. Я уже обращала внимание своих зрителей, как здорово, на мой взгляд, смотрится классическое мужское пальто и даже спортивный рюкзак. Либо более классическая версия спортивного рюкзака, то есть это, как правило, кожаные варианты, либо без спортивных явных лейблов рюкзаки. На самом деле очень здорово смотрится. Для меня это было открытием этого сезона именно с мужским пальто. Редактор субтитров А.Семкин Ну что ж, вот эти брюки я специально поставила на замедленный режим. Посмотрите, как интересно они сделаны. Они классические, они в полоску, они имеют резинку внизу и также молнию. Это не совсем тот вид брюк, который я описывала, потому что на тех брюках, которые выпустила, например, Макс Мара, была даже искусственная сборка снизу. Но это очень и очень похоже, на мой взгляд, эта тенденция. Достаточно широко и очень узко. При этом все достаточно классически, что по расцветке, что по наличию стрелки. Достаточно все классически выглядит. И снова пальто. И в этом видео хочу обратить ваше внимание на низкий хлястик. На низкий широкий хлястик. Он часто уже фигурировал на шубах. Он также часто фигурировал на пальто. И в этом видео снова будет. А если такого хлястика у вас нет и нет возможности пришить, я, например, подсмотрела, как здорово смотрится расстегнутое пальто. И пояс прямо-таки расслабленно падает сзади, если так можно сказать. Что ж, это витрина Макс Мара. Это все еще распродажа и скидки. Могу сказать, что в этот раз витрина Макс Мара уикенд меня совершенно не порадовали. Как-то все очень грустно. И, на мой взгляд, по цветам некрасиво скомпоновано. Чего не скажешь о прохожих. Посмотрите, как красиво была одета эта сеньора. Обратите внимание на сочетание перчаток, а также сумки. И это обувь. Нелюбимая мной обувь или ортопедические сандалии. Они предлагаются в новой коллекции Макс Мара. Потому что эта коллекция, точнее, это витрина. Это уже весенняя витрина. Снова мы видим юбку в складку, а также юбку в плесе. Снова мы видим брюки, которые широкие. Либо прямо-таки клеш. И я очень часто вижу, что на итальянках, что на витринах. Вот такое пальто, оно не укорочено. Оно прямо-таки до колена. И с широкими брюками хорошо смотрится. Либо с расширяющимися книзу брюками. Кстати, вот здесь будет этот хлястик, который я имела в виду. Вот он так выглядит. И если у вас, повторюсь, нет такого пальто, то просто ослабленный пояс пальто может сделать вот такую иллюзию. И это смотрится очень красиво. Я посмотрела именно на стрит-стайле, что пояс должен быть сзади как будто бы ослаблен. И пальто при этом расстегнуто, конечно же, если позволяет температура. Здесь снова прекрасные яркие цвета. Я сказала уже в начале видео, что это стрит-стайл ярких цветов. Ну и опять же шляпы. Посмотрите, здесь мы видим даже шляпу с цветком. На мой взгляд, очень и очень красиво. И, кстати, это интересный вариант, чтобы сравнить, что вам больше нравится. Потому что что красное, что синяя, дубленка абсолютно одинаково идентичны. Но посмотрите, как они по-разному смотрятся с разным фасоном брюк. Вы можете выбрать, что вам ближе, что вам больше нравится. Снова распродажа. И мне очень понравилась дубленка синего цвета. И опять же про синий цвет и про яркие цвета. Посмотрите, какие красивые цвета, в особенности на солнце. И как важно иметь зачастую действительно цветную именно одежду. Красиво закомпонованную, чтобы мы выделялись, чтобы мы выделялись среди других красиво одетых людей. Ну что ж, дорогие зрители, вот такая подборка у меня получилась на сегодня. Это не все, что я сегодня отсняла. Потому что было тепло, было хорошо, было красиво. Многие вышли погулять. Чему я была, конечно же, очень рада. И сама с удовольствием прогулялась. Искренне хочу надеяться, что многие и в этом ролике нашли для себя вдохновение. Либо почерпнули для себя, возможно, недостающий фэшн смелости в преддверии весны. Увидимся с вами очень скоро снова на Стритстайле. Это была Аяна Скворцова. Всем пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.